Это Дурбан, третий по численности город страны после Кейптауна и Йоханнесбурга в 1910 году. Неужели все эти здания выстроили голландские фермеры, которые жили-то особняком на своих землях, как нам говорит история. Им на своих плантациях забот вполне хватало, чего уж там говорить про стройку. И как ни странно, налицо единый классический стиль в архитектуре, и если бы не было надписи на фото, можно было бы подумать, что это какой-нибудь Париж и Ижи с ним. В других крупных городах страны картина примерно такая же. Если банально высчитать количество материалов, затраченных на строительство, и сопоставить количество населения, жившего на тех землях, африканцы не в счет, то можно легко доказать, что и голландцы, и англичане не имеют к этим зданиям никакого отношения. Это тоже Дурбан, в 1898 году, и тут, упс, трамвай без проводов. Примерно такой же, как много раз наблюдаемый на старых фото других стран, только на другом континенте. Может ракурс неудачный, и не видно лошадей. Однако нет, трамвай, действительно, без проводов. И улица та же, но только в 1891 году. Если приглядеться, то на заднем плане мы видим столб без проводов, которые развернут траверсами не по направлению дороги, как обычно, а на дом, стоящий напротив, точнее, на его крышу. А на крыше этого дома расположена энергоустановка, рассмотренная ранее во многих статьях. Это и есть тот самый случай, когда линия столбов без проводов берет свое начало. В левом углу виден такой же столб, только в профиль. Он направлен в какую-то другую сторону. Скорее всего, зданий с такими крышами было много. Рискну предположить, что обведенное здание на этом фото и есть то самое, что и на предыдущем фото, только сделано с другого ракурса и старше минимум лет на десять. И как ни странно, беспроводные трамваи толпятся на этой улице кучками. Трансвааль, страна моя пели в какой-то песне, оказывается у нас еще и страной беспроводных трамваев. Судя по зданию с часами на заднем плане, можно это место реконструировать. Еще одно фото села той же улицы, только двумя кварталами ближе к морю. Как видно, за трамваем стоит столб, на котором по кругу расположены предметы, похожие на спортивные кубки, и на зданиях, и не только, опять мы видим упрощенные беспроводные столбы. Это, в принципе, те же самые столбы, только вместо траверс там обошлись одиночным кубком, установленным на обычный шест. Такие же конструкции очень качественно зафиксированы на фото той же Бразилии. Скорее всего, мощности источников хватало, чтобы не городить столбы с большими решетками. А это, собственно, опять фото той же улицы, только 1860 года. Как говорится, прочувствуйте разницу. Трамваи еще бегают на лошадях, но шест с кубком уже стоит. И высота кубка снова выдержана на высоте крыши с энергоустановкой. Тенденция, однако. Но вывод можно сделать, трамваи на непонятной электротяге появились явно не раньше трех десятилетий от конца 19 века. А когда же появились столбы без проводов, хоть и упрощенные? Такая же технология применена в Йоханнесбурге и примерно в то же время. И в Притории, причем шест даже не стоит на здании, и над землей не имеет видимых соединений с конструкциями крыльца. Сдается, что где-то на крыльце стояли приемники поля, с которыми был связан этот шест. Эта технология, видимо, применялась по всему миру с первой половины 19 века. Первое фото, которое ее зафиксировали. Датированы 1850-ми годами. Примерно в это время фотография начала принимать массовое распространение. Не исключено, что это происходило и ранее. А это Притория в 1881 году. Все еще только начинается. Как видно, будущей столицы практически еще нет, а шесты уже стоят. Эту технологию в начале 20-го века использовали даже южноафриканские фермеры. Да и не только они. Это железнодорожный вокзал в Кейптауне в начале 20-го века. Если бы не аннотация к фото и баннера с британским флагом, подумал бы, что это дворец электричества с Всемирной Парижской универсальной выставки, до того похож архитектурный стиль. Видимо, инженерные системы этого и того зданий работали по единому принципу. Это дворец республики в Притории примерно в то же время. Абсолютно все то же самое на крыше. Собственно, частные дома тоже не отставали. Это богатый частный дом в Йоханнесбурге. Обратите внимание на его крыльцо и фонари на входе. Они однозначно связаны между собой. Интересно, а зачем в Африке, на одном доме, две печных трубы? Что там холодно, верится с трудом. А здесь народ выдвигается на англо-бурскую войну. Очень странные столбики стоят на крыльце здания вдали, причем на двух из них закреплена светящаяся реклама. Очень интересные осветительные приборы расположены на набережной Кейптауна. Снизу, собственно, лампочки, а сверху хорошо нам знакомые мини-купола. А эти осветительные приборы вообще не подаются здравому анализу. Как видим, даже в малоизвестной Южной Африке похоронено много секретов промышленного величия прошлых веков. Как они туда попали интересный вопрос, видимо, с теми лицами, которые выстроили там здания в классическом стиле, да, собственно, и по всему миру тоже. Как много уже было написано ранее и разными авторами, очень многие старинные технические объекты прошлого на протяжении совсем недавнего времени из-за непонимания принципа их действия обожествлялись. Приспосабливались под примитивное или объяснялись эстетической необходимостью. Это лишний раз доказывает, что в человеческой эволюции был некий разрыв в степени развития с последующей деградацией, но речь сейчас не об этом, а об одном из таких технических объектов. А объектом сегодняшнего разговора будет камин, а для чего же их вообще делали, если такие камины изначально не справлялись со своими задачами. Но явно не для красоты и не для мистики. Возможно, климат был на северных широтах более мягким, но в камине, тем не менее, есть дымоход. Специалисты подтвердят, что в теплом климате из-за обратной тяги топить камин еще труднее. Так в чем же весь секрет? Давайте разбираться. Итак, камин. Чем он древнее, тем больше напоминает конструкции навес над костром, который разводят прямо на полу. Конструкция камина – Франция, XVII век. Кроме того, высота топки на каминах старой конструкции явно выше человеческого роста. Наверное, художник этих гравюр в детстве не жег костры в пионерлагере. В данном случае, даже при хорошей тяге, половина дыма будет выходить в помещение. Есть даже гравюры, где люди сидят в роскошном дворце и топят камин, а из него идут клубы дыма наружу. Ощущение, что эти люди – дикари, которые попали впервые в бесхозный дворец. И никакого достойного назначения камину, кроме как сжечь в нем дрова. Не нашли, кстати, многие историки так и утверждают, что современные люди пришли в античные дворцы, как дикари, в XVIII веке. На всех старинных гравюрах, камины изображают с максимально большим размером топки. Именно такими они изначально и были. Естественно, в таком виде они дровами топились плохо, и люди их дорабатывали, чтобы хоть как-то улучшить тягу. Сделать это достаточно просто. Необходимо всего лишь уменьшить размер топки, заложив его кладкой. Посмотрите на материал и качество самого камина, и на белые плитки, какими уменьшен размер топки, а также на швы между ними. Факт очевиден хозяевам дома – камин достался готовым, и его доработали. Стоп! А что за предметы стоят возле камина? Для красоты или просто случайно попали в кадр? Наверное, не случайно, так как практически на всех выше приведенных рисунках какие-то подобные предметы всегда присутствуют. Как видим, в разное время и в разных странах у всех каминов есть одно общее – это наличие на задней стенке топки металлической плиты, либо исполнение всей топки в виде положенного на бок металлического кессона. И присутствие возле камина металлических кубков, причем кубки могут быть разной величины, наибольшие ставятся к углам камина. Наличие металлического листа на задней стенке – вполне понятно, он служит для излучения инфракрасных лучей при нагревании, строго перед собой, как и положено камину. А вот кубки к процессу горения дров никакого отношения не имеют. Здесь, видимо, сработала европейская ментальность. Европейцы не понимали, для чего нужны эти кубки, но раз они там стояли издревле, значит так положено и убирать их не надо. А эти кубки есть не что иное, как устройство для концентрации атмосферного электричества, и их пошаговая установка увеличивает ток в замкнутом проводнике, вдоль которого они расставлены. Что же получается? Для начала, наверное, то, что в каминах у их хозяев в прошлой жизни никаких дров там не сжигалось. Да и не проектировались камины для этого совсем. Секрет их, видимо, в другом. И, конечно, к проходу для Санта-Клауса камин тоже отношения не имеет. Представим, что по трубе камина с крыши здания идут металлосвязи, как на рисунке, и приходят в толстый проводник, который образует рамка на входе в топку камина. Эта рамка металлически связана с плитой, находящейся на задней стенке. Эта связь может быть одиночными проводниками, а может быть сплошной, как здесь. При установке кубков в непосредственную близость к рамке в ней начинает наводиться сильный вихревой ток. Этот ток порождает вихревые токи и в плите на задней стенке, примерно таким образом концентрируясь в центре плиты. Наверное, из-за этого в центре плиты плотность и сила тока была такой, что металл там раскалялся и начинал излучать тепло, причем так, что, как в пословице, не надо ни дров, ни лучины, живи себе без кручины. Не исключено, что внутри камина тоже были секреты, и такие же кубки были вмонтированы в верхнюю часть топки. На некоторых снимках два кубка стоят не только внизу, но и вверху, что подтверждает эту версию. Кроме того, на дымоходе стояла решетка, обеспечивающая неразрывный электрический контакт металлосвязей камина. Дымоход, собственно, был предусмотрен не зря, из-за контакта с раскаленным железом воздух портился и был вреден для здоровья, и вот НТО как раз удалялся благодаря конвекции через трубу. Посмотрите на этот камин, в нем даже места под дрова нет, если за радиатором оригинальная плита, а не современный новодел. И таких конструкций каминов, в которых объем топки скорее символичен, очень много. Ну а вот это настоящий камин, каким он и должен быть. Судя по виду, его содержат скорее как музейный экспонат и дровами топить или не догадались, или решили его пожалеть. следов копоти на нем не содержится вообще. А может на момент фото в 19 веке и не было необходимости жечь дрова в таких каминах, все работало так, как и было задумано. Очень даже может быть. Доказательств тому масса, и есть повод задуматься и переосмыслить историю. И даже выбросить множество гравюр и литературных трудов с горящими дровами в камине. Но кому? Уничтожение свободной энергии в 19-ти, 20-ти веке, как ни странно, шло и в мировом лидере промышленного производства того времени США. Хотя по логике вещей все должно было быть иначе. И тем не менее, факт имеет место быть и глобализация прошлась там ничуть не хуже, чем по остальному миру. И даже исторические материалы остались. Ну а в качестве эпиграфа глянем одно интересное фото. Это портрет того самого Бенджамина Франклина за рабочим столом. Что за непонятная штуковина свисает справа от его стола? Наверное, второй конец громоотвода. Юмор юмором, но попалось на глаза еще одно фото, на котором герой австро-венгерского города Триеста, писатель Джеймс Джойс, находившийся в то время в США. Оказалось, что таких штуковин раньше было много, и это были совсем не чернильницы. И не печати, и не ручки от звонка для вызова адъютанта. И предположений о назначении таких штуковин практически нет. Читателей, знающих про эти штучки что-либо не по предположениям, прошу отозваться, но едем дальше. Эх, Америка, как долго нас учили любить твои запретные плоды. Это обычная летняя конюшня некоего Оливера Г.П. из Белмонта, от 1864 года. Причем, если не ошибаюсь, на левой стене висят картины. Можете представить что-нибудь такое в то время у нас? Газ. Но речь не об этом, а о фонарях, освещающих эту конюшню. Газ при наличии источников сильного возгорания здесь, скорее всего, исключен. До появления промышленных генераторов электрического тока вроде как еще далеко. Как же горели эти фонари? Сложно сказать. А это фото простого обычного социального приюта в Чарльстоне. Очевидно, фонари когда-то были одинаковыми, но приют есть приют, и левый кожух, скорее всего, смахнули. А что там вообще горело? На постаментах стоят грифоны, как будто из Крыма, и на них обычные фонари со светящимся элементом. И все. Как же горели такие фонари? С точки зрения логики никак. Но опять все встает на свои места, если приглядеться к цилиндру между фонарем и грифоном. Это и есть тот самый предмет, который и вызывает свечение, точнее, содержимое этого предмета. Версия с керосином или газом здесь несостоятельна, так как слишком высоко. Кроме того, сам фонарь, судя по виду справа, не предусматривал отверстий для выхода продуктов сгорания. Это тоже Чарльстон из Южной Каролины. Такие же фонари. Как же они горели? Увы, сейчас этого уже не понять. Да и самих фонарей уже не найти. Едем дальше. Это центральная улица города Ульм. Видно, что беспроводные столбы уже отживают свое и потихоньку заменяются проводными. То же самое на улицах нефтяного города, стереофото. Прогресс идет полным ходом. А это улица Мариетт в Атланте, штат Джорджия. Наверное, единственное фото, где удалось найти верхушку беспроводного столба крупным планом. Такой же столб стоит на крыше сзади. Ничего, собственно, в них особенного нет. Обычная металлическая труба, а на ней сферический контейнер, заполненный неким веществом. И была такая конструкция распространена по всему миру. При переходе на проводную передачу энергии на столбах закрепляли траверсы с проводами, а сферический контейнер сносили. Знаменитое старое здание Конгресс Холла на Бродвее в Нью-Йорке в конце 19 века. Крыша содержит элементы, которых сейчас там нет совсем. Именно эти элементы давали зданию свет и тепло, пока к нему не протянули провода. Похожий принцип энергоснабжения таких зданий до проводов рассмотрен на примере здания Национальной библиотеки Бразилии. А это Hotel Cadillac & Washington Boulevard в Детройте, Мичиган, от 1886 года. Те же самые столбики стоят на каждой надстройке крыши. А что за башни слева от отеля в 1886 году? Стоп! Ищем что-нибудь похожее, благо в библиотеке Конгресса США фонд самый большой в мире. Это тоже Детройт, примерно в то же время. Вот те раз, неужели в конце 19 века была сотовая связь? Если это осветительные фонари, то мощность их должна бы быть такой, какой в общем в фонарях на то время быть не могло никак. На рекламную вывеску это тоже не похоже. А что это? Опять все встает на свои места, если приглядеться и увидеть в этой конструкции столб без проводов, такой же высоченный, как в Бразилии. А что? Были в стране богатые люди, которые могли себе позволить и такое. А здания в то время там были высокие, и их надо было обслуживать источниками сигнала, наверное, вот такими. Все больше удивлений преподносит нам США. Что это на фото, и почему антенну замазал ретушер? Если бы это был эфирный телеграф, то почему год 1865, когда до телеграфа было еще далеко? Допустим, с годом Конгресс США еще мог приврать, ему не привыкать, но с остальным то как. А может, это и есть та самая станция на крышах, от которой брали начало те самые беспроводные столбы и тихо раздавали центральный сигнал в дома. Скорее всего было именно так, но только дальнейший поиск фотоцентральных станций по тыгу выдал только это. Наверное, это и был тот самый телеграф, который существовал во времена Пушкина и который сейчас является величайшей загадкой. Собственно, и современная территория США с запада была не менее интересной загадкой. И принадлежала она Российской империи, и там даже делали пароходы. Но хватит загадок, едем дальше. Это обычный интерьер обычной виллы в Бельмонте, Виргиния в конце 19 века. Очень классный камин, особенно железяка в его топке. Судя по тени, она отстоит от задней стены еще на 15 сантиметров. Почему? В этом случае она крадет пространство топки. Но опять все становится понятным, если представим, что этот камин был совсем не для дров. И как ни странно, таких каминов в США было очень много. Камин с нижнего фото особенно впечатляет. Признаюсь честно, до этого таких даже на фото не встречал. Судя по белизне над топкой, дровами его не топил никто и никогда. В то же время, делать такой шедевр для красоты, чтобы занимал место, не совсем рационально. Это обычная оранжерея ботанического сада при Белом доме в Вашингтоне, в 19 веке. Как видно, при достаточно прохладной погоде, снаружи она не содержит дымящих труб котельных. Весь секрет все в тех же вазочках, которые в несколько ярусов расположены на конструкции оранжереи. Эти вазочки образуют объемный резонатор, который извлекает атмосферное электричество и преобразует его в тепло. Это знаменитый парк Дримленд в 1905, который наряду с не менее знаменитым Луна-парком. Смотри. Главное фото существовал по соседству на одном острове в Нью-Йорке в первой части 20 века. Если собрать всю электрическую мощность, которую употребляли два этих парка в ночное время, то получится вполне внушительная ТЭЦ, которой по тем временам просто не могло существовать. По неясной до сих пор причине, оба этих парка сгорают в 1911 году полностью, Луна-парк отстраивают снова, парк Дримленд нет. И вновь отстроенный Луна-парк выглядел совсем по-другому, почти без того освещения, которое мы видим сейчас. Это тема для отдельной статьи. А это мост Квинсбороу-Бридж, Рузовелт-Айланд, Нью-Йорк в 1895 году. Мало кто знает, что фонари на нем давали электрический свет в ночное время. И еще меньше знают о том, что такие в точности мосты были выстроены по всей юго-западной железной дороге от Жмеренки до Одессы, но фото этих мостов удалось достать просто волей случая, такой, видимо, большой секрет. Вспоминается песня Жмеренко «Нью-Йорк» из творчества Вилли Токарева. Как все одинаково было в том мире. Это интерьер третьей всеколумбийской промышленной выставки в Чикаго 1899 год. Собственно, выделять ничего не стоит, все полностью соответствует тому, что было здесь. Те же самые церквушки на заднем плане, которые получали пар путем нагрева воды, а энергию брали из воздуха. Теперь говорят, что их не было, а были дровяные котлы, которые имели КПД 0,5%. Увы, глобализация. А это Grand Court Night Illumination Trans Mississippi Exposition. На минуточку, 1898 год. И нигде никаких столбов с проводами, подземных кабелей там проложить из-за каменных конструкций невозможно. Но, собственно, глядя на Ночной Луна Парк, ничему удивляться нельзя. Увы, теперь это все ушло в небытие. Но может быть когда-нибудь вернется.